приветствую друзья на моем канале настало время подключить редокс и в этом случае не буду использовать классический ngrx а буду использовать ngrx data потому что мы работаем конкретно с сущностями ngrx data позволяет обеспечить подключение вот таких rest api буквально в несколько сервисов ну разумеется не все так просто будут ряд проблем которые мы решим в этом видео и в следующем который позволит соединить наш backend который мы создали в этом видео уроке ссылочка здесь и соединить его с вот этим вот нашим фронт-эндом чтобы мы могли брать все из хранилища напоминаем ngrx это все же редокс для того чтобы пользоваться дебаг панелью такой замечательный где вы сможете отлаживать шаги идти по машине времени вам нужно установить редокс devtools если его нет то ну извините для того чтобы начать работать нам понадобится все-таки store store devtools эффекты потому что ngrx data работает на базе этих трех пакетов плюс конечно работает на базе entity и вот тут уже data вступает в роль что это такое мы поговорим более подробно сейчас ngrx data помогает автоматизировать процесс создания экшенов редюсеров эффектов диспатчеров то есть огромное количество вот этой писанины на которую вы жаловались в моем видео ngrx angular ngrx за час то есть там где я это делал все руками там было это просто сумасшествие целый час набивать селекты эффекты и прочее сразу проводится набор рестовых endpoints чтобы мы могли грузить сущности удалять редактировать и прочее прочее умеет даже кэшировать все полученные данные где-то там в local storage либо где вы ему скажете дальше есть какие-то ряды стратегии типа оптимистическая пессимистическая точно не могу сказать но это типа того что если вы отправляете на удаление если вам вернулся 404 то считайте что он уже удален то есть вам не нужно эти обработки делать плюс позволяет делать какие-то там транзакции ни разу в жизни такого не делал я вообще с ними практически не работал очень 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 подходит это решение для админок когда у вас огромное количество rest endpoints у вас миллион гридов и вы их каждый день делаете вы просто с ума сойдете если все будете делать через react в ugs или через стандартные ngrx без использования уже готовых решений так что имейте ввиду вам в этом видео должно понравиться где-то тут была у меня такая картинка классная однако я ее благополучно потерял увы и ах вот она вот она в целом что такое data ngrx data это вот ваша вьюха это ваш компонент единичка это ваш компонент который вы подключаете сервис у вас у сервиса есть набор экшенов то есть методов вы у сервиса можете вызывать какие-то методы вы не знаете что это ngrx и все дела после этого этот entity идет с помощью эффектов грузить данные если надо получает ответы обрабатывают их преобразуют возвращает назад и после этого отправляет их в редюсер чтобы упаковать это в ваше хранилище дальше это все кешится в local storage либо где-то в других местах где вы настроите и вы через обычные селекторы слушаете результат работы то есть все очень просто все что вам нужно это правильно прописаться правильно настроиться и так что по веткам есть before ngrx data я перехожу в ветку я уже создал эту ветку ngrx data перешел в эту ветку теперь мне нужно установить все пакеты я сейчас нахожусь в angular 9 и очень круто что angular 9 вместе с ngrx 9 доработали свои авто установщики если вы посмотрели мое видео ngrx за час то вы там видели что куча файлов создавалась сейчас они не создаются и я считаю что это большое достижение потому что когда вы создаете но хотите подключить стору очень очень вряд ли вы захотите и пользоваться прям в папке app это было бы как-то слишком слишком непрозрачно вот смотрите я подключил стору и она автоматически подключилась мне в модуль то есть store module for root подключил роуты тут редюсеры должны быть и как видите редюсеров нет нету дефолтного редюсера и это здорово так что в принципе это не бака фича то что перестала делаться так как было в моем уроке дальше подключаем store devtools он тоже добавит что-то сюда я потом перекину свой модуль ниже чтобы не нарушать иерархию так как все таки мой модуль зависит от хранилища в какой-то так как видите добавил store devtools инструменты сразу прописалась чтобы редокс у нас заработал на странице я кстати могу это проверить нажав и в 12 уменьшив тут немножечко появилась вкладка редокс и как видите произошло ngrx store init однако у нас пустой стоит ничего нету потому что ничего еще не настроено продолжаем устанавливать берем эффекты все здорово эффекты установились сейчас опять тыцну эффект модуль for root как видите установились сразу пустые никакой лишний файл не создался эффектов и это здорово я не считаю что это проблема считаю что наоборот это улучшение с их стороны можем добавить сразу entity и добавим сюда ngrx entity data и того готово теперь что нам нужно сделать чтобы начать нашу работу как видите вот у нас замечательная таблица и я немножечко еще пару слов о entity какие методы нам доступны будут add, delete, get all, get by id, get with query и update и тут написано на какие методы будут отправляться запросы это все круто это все нам пригодится еще для исправления одного большого бага однако это будет позже сейчас нам нужно разобраться как подключить вот эту вот дату к нам в проекте вот installation overview здесь нам рассказывается о том чтобы нам сделать все нам надо entity metadata подсунуть и как видите вот тут for root entity data модуль for root entity config я хотел бы это все таки сделать на уровне модуля не знаю получится не получится давайте попробуем сделать на уровне модуля я не практиковался на уровне модуля entity config куда-то он мне его создал видите вот он намусорил замечательно зачем мне это нужно здесь вот мусорка посмотрим сейчас но в любом случае его надо проинициализировать для for root надо проверить можно ли for child делать entity data module for как видите нет возможности есть возможность только сделать for root извините однако модульная структура идет коту под хвост я очень рассчитывал на модульную структуру но не тут то было то есть нам нужно будет идти и сюда еще регистрировать вот такие вот сущности entity metadata нам говорят о том что нам нужно к этим entity metadata добавить узел с названием нашей entity и это будет у нас туда и в угловых скобках туда 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 то есть вот так вот и здесь будет туда двоеточие в кавычках туда так это я сделал что он не ругается так остановим ругается на меня говорит что entity data module что-то с ним не в порядке ждем как видите к скомпилировалось чем это обычно связано такие проблемы с тем что angular не видит что я в соседней вкладке что-то устанавливал и он там на себя там что-то ругается ему плохо как видите у меня теперь происходит тут вот в редаксе инициализация это store эффектов store update reducer чтобы это не значило и теперь отправляюсь так вот сюда дополнительного ничего не появилось хорошо идем обратно в документацию смотреть что нам еще не хватает здесь вот у нас все мы закинули сюда entity конфиг прописали все хорошо теперь надо создать entity data service чтобы его создать нам для этого надо ну вот такую вот штуку написать я бы сейчас хотел использовать туда сервис который у меня находится в модуле пойдемте и это сделаем где-то у меня вот апп туда модуль тут у меня уже туда сервис занят и я не знаю хочу ли я его портить на данный момент давайте я это все таки дропну вот таким вот образом заменяю его на туда сервис заменяю hero на туда мне нужно entity name это будет туда providing in root models to do все хорошо дальше говорится следующее что мы можем заинжектить туда сервис так как мы сделали это в предыдущий раз в нашем компоненте и пользоваться его методами типа и все и должно работать удивительно ну давайте попробуем идем виджет наш так тут я нигде не опечатался идем в виджет компонент у меня говорят что римова нету а я хотел сделать дилита сделал римов это да виноват так он говорит что все хорошо только он говорит что это ду сервис неправильную сущность передали на create мы передали тайтл это должно сюда приходить как видите приходить должна сама сущность причем даже не дробная а цельная и поэтому я делаю следующим образом я сюда передаю айди который будет равен нул я не хочу чтобы он случайно там что-то обновил я буду передавать сюда title this title я буду сюда передавать из completed и напишу что это false так как у меня он не опционален интерфейс у меня все поля обязательные то я не могу никакое поле пропустить меня TypeScript будет ругать за это возможно я мог создать как бы то урезанную сущность и сказать что она полноценна но это было бы некорректно я выбираю вот эти мои подсказочки сохраняем идем смотреть и такой типа раз оно же должно работать как видите query all делается а результат ошибка 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 с чем же эта ошибка связана смотрим он стучится на ссылку http localhost 4200 api to do и о чудо да действительно он не знает ничего о том где у нас расположен backend он думает что backend расположен по ссылке slash api то есть если вы делаете свое приложение на laravel на чем-нибудь что рисует само frontend то скорее всего вы для API будете использовать вот такой road не rest как я использовал и плюс еще это будет не на отдельном сервере а будет на том же сервере на котором вы сейчас находитесь это решит cross-origin домен запросы и давайте искать ответ как это пофиксить я бы мог вам просто рассказать как будто бы я такой умный и знаю все ответы но мне вчера понадобилось ну загуглить там часа два понадобилось чтоб только вот эту вот настройку найти и настроить давайте поищем это по документации так должен передаваться конфиг который говорит сейчас вот это вот говорит на какую ссылку идти и стучаться вот он вот он вот он я его нашел это data entity data service вот data service ссылочка здесь ниже provide custom configuration я беру вот этот вот объектик мне его нужно где-то добавить давайте по-быстрому добавим его просто в модуле сверху заменяем вот эту ссылку на нашу ссылку бэкэндскую идем вот сюда localhost 3000 http localhost 3000 rest хотя зачем я это делаю я в прошлых уроках уже ее сюда сохранил и это называется бэкэнд 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 домейн вот я его добавлю сюда бэкэнд бэкэнд домейн таймаут я уберу оставлю дефолтным как видите не зря мы сделали эту константу и теперь нам нужно указать что мы провайдим связь вот этот когда кто-то попросит default data service config он должен получить нашу константу чтобы туда попали вот эти вот настройки внутрь это называется dependency injection подмена получается подмена параметров конструктора на те параметры которые нам хотелось бы передать внутрь то есть я говорю provide вот этот сервис config используй вот это значение то есть всякий раз когда кто-то в конструкторе просит вот это значение передай вот это значение это как будто такой способ настроечки быстрый как видите все хорошо что-то на меня ругается давайте я попробую перезапуститься запуститься так default data service config declared declared here что бы это могло значить да я его не подключил поэтому то есть не подтянул сюда надо было сделать alt enter для этого ну шторм уже ищет где можно найти значение этого типа данных и вернет и вернет его нам кстати давайте посмотрим что он умеет root тут сразу нам написано что можно протолкнуть сюда свой домен по умолчанию это домен slash ip получается можно тут сказать что на delete 404 не нужно считать что это хорошо delete должен быть всегда окей и такие всякие штуки timeout и save delay и прочее кстати save delay simulate save method put delay in a demo то есть мы можем наверное протолкнуть некоторые задержки чтобы скорость запроса была не нулевая и save delay был не нулевой предлагаю вам потестить эти штуки я сюда протолкнул и теперь давайте убедимся вот и все на все работает network полетел наша тудушечка полетела на rest to do и получила данные так теперь я когда клацаю по какой то причине он не меняет ее с чем это связано связано это с очень простой вещью до этого я отправлял тудушку в сервис и внутри сервиса менял состояние true на false сейчас это метод update и мне нужно сюда передать ту же тудушку только сказать что у нее is completed поменялся будет равен to do is completed и в этом случае у тудушки поменяется состояние чекбокса то есть я буду отправлять на обновление переключение чекбокса оп и теперь все работает я добавил сюда запись все работает удалил удалил чекбоксиком клацнул все работает обратите внимание лодинг тоже работает у меня прыгает скрол вот так сделаем лодинг отрабатывает так же я эту идею спер именно с вот этого модуля так что спасибо друзья за просмотр в следующем видео я решу другую проблему тот случай когда данные которые приходят с бэкэнда не совпадают с тем что ожидает получить ng ng rx data и это была большая проблема у меня связано это с тем что зайдя на документацию когда я делаю get запрос всех записей так когда я делаю запрос всех записей я получаю массив записи с этим все хорошо потом когда я хочу ограничить количество записей до 5 к примеру ну пусть до 2 то тоже все хорошо однако если я говорю что у меня должно быть смещение на одну запись то в этом случае у меня будет другая структура данных и в этом случае мой ng rx ломался а мне нужно чтобы он работал всегда и я покажу как это исправить в следующем видео так что подписывайся ставь лайк и жди выпуска следующего видео пока пока